ПЕСНЯ 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 Друзья, всем-всем привет! Вчера ничего не снимала, а сегодня уже, сейчас посмотрю, скажу, сколько времени. Время половина третьего. Вот. Уже дело к вечеру, я что-то тоже только ничего не снимала. Сегодня бегаю. Сегодня у меня работает мастер по строительству. Как вы знаете, стройка у нас идёт. Утро у меня дела были. Не знаю, что-то бегала. Не знаю, что делала сама. Не знаю, рассказать даже нечего. Вчера блоки привезли, а сегодня мастер приехал. Вчера, друзья, у меня Николай Яковлевич на рыбалку ехал. Я немножко уж расскажу. А мне позвонили, блоки везут. Вот. Нужно встречать, нужно два хотя бы помощника мужчины. А у меня ни одного нету. Кто-то сбегала. А в деревне-то нет никого, мужиков-то нет в улице. Хорошо, что у бабушки иду, все родственники приехали. Избегала одного мужчину пригласила. Аж так к соседу. Соседа дома-ка не оказалось. А жена говорит, ушёл он. Нет его дома. А что нужно делать? Я говорю, нужно вот разгрузить кирпич. Немного помочь. Вот она на кране работает. Но это вот то, что пачка, когда спускается вниз, надо помочь её поставить. То есть просто вывести на место. Она говорит, может, я пригожусь. Идёт. Идёт. Вот мы с ней вдвоём. В общем, дела делали. Кирпич разгружали. Две мастерицы. Соседка у меня, друзья, на все руки мастер. Она и поёт, и пляшет. Кирпич разгрузит. Вот такая у меня соседка. Беловая, весёлая. И помощница. Если что нужно, поможет всегда. Так что мы с ней посмеялись. И кирпич разгрузили. Вот такой у нас вчера весёлый день был. А Николай Яковлевич едет и говорит, «Как ты кирпич-то разгружала? А кто тебе помогал-то?» Я говорю, «Людмила соседка». «Как это?» Я говорю, «Вот так вот». Говорю, Игорь помогал. Да, Людмила соседка. Разгрузила. А что, говорит, мне не позвонили? Я говорю, «А тебе на рыбалки, попробуй дозвонись». Ну вот, друзья, рассказала вкратце. Наверное, в ролик поставлю, как мы кирпич этот, блоки разгружали. Ну, чтобы было понятно. Ну, а сейчас вот они у меня работают, а я обед сварила, пообедали. Ну, что-то нужно. То вода нужна, то ещё что-нибудь. Вот так вот и бегают целый день. А сейчас что решила сделать? Время уже к вечеру смотрю. Я же говорю, мне нужно экономить. Смотрю, у меня сметанка осталась. А Николай Яковлевич говорит, «Что, теперь будем экономить на еде?» А я сегодня что? Я водила сегодня ещё в киоск, правда, ездила на машине, и не купила топлёное молоко. Он говорит, «Ты молоко топлёное не купила?» Я говорю, «А молоко-то я забыла. А вот квас не буду больше покупать. Экономить будем». Он говорит, «Что, экономить на себе будем?» Я говорю, «Нет, всё жара закончилась. Будем экономить». Вот такие вот дела, друзья, у нас. Ну и правда. Сметанка осталась у нас лишняя. Нужно её израсходовать. Сейчас делаю лепёшечки. Так что приступаю делать лепёшечки. Так, думаю, что всё видно. Я взяла просто такую плошечку беленькую. Сейчас я немножко ещё вот так сделаю. Я не знаю, друзья, видно у меня. Здесь тоже не видно, не знаю. Такую плошечку взяла. Сейчас я в неё вылью. У меня есть бокальчик. Катык. Стаканчик один. Стаканчик. И сейчас сметанки. Завелим сюда. Сметанка почему-то у нас не съелась. У нас что-то в этот раз всё, что мы покупали, плохо делось. И колбаса ещё осталась, и сметанка плохо у меня елась. Не знаю. Наверное, всё-таки со стройкой не очень-то мы кушаем. Аппетит немножко пропал чуть-чуть. Всё-таки, как ни говори, это же стресс. Ну, вот сейчас два стаканчика, сейчас метанки. А почему я кефир запустила? Потому что слишком жирное будет. Ну, лепёсчик побольше будет. Сейчас я это помешаю. Яйца я сюда добавлять не буду. Яйца не нужно сюда. Добавлю просто соду пищевой сейчас. Я просто только думаю, видно ли у меня что-то как-то не очень-то видно. Ладно, говорить-то. Соду добавлю пищевую. Третью, наверное, часть той этой чайной ложки. Даже не половину, даже, может, надо убавить чуть-чуть. А третью часть чайной ложечки. Соли. Чайную ложечку без горки. Ну и давайте три чайных ложки сахара. Или четыре можно добавить. Давайте четыре. Всё, чайной ложечкой. Всё перемешаем. Ничего особенного. Всё перемешаем. И добавим муку. Мука у меня просеянная. И вымешиваю, чтобы немножко оно было у меня поплотнее чуть-чуть. Не такое уж плотное. Муку насыпала сюда. Ну, чтобы сильно не разбегалось, самое главное. Чтобы сильно не разбегалось. Чтобы оно и нежное было, и не разбегалось. Вот это надо. Ну, муки примерно где-то 600 грамм у меня ушло. Немножко добавляю, если кажется маловато. Обычно я раскатываю в лепёшку и вырезаю. Пошу лепёшку, раскатываю, вырезаю. Сегодня немножко по-другому буду делать. Просто уж, чтобы побыстрее, чтобы в лепёшке побыстрее сделать. Вот такое у меня тесто получилось. Не густое, не жидкое, среднее. Так, я включила духовку, приготовила противень. Противень, друзья, ничем-ничем не смазываю. Прям сухой. Будем на сухой прям ложить на противень. Сейчас ложек принесу. Немножко отрезать чуть-чуть. Сейчас скатываем только колбасочку. Тоже нарезаем на маленькие частички её. Так. Просто формирую вот такие лепёшки всё. Не буду я их раскатывать. Сейчас сформирую. Ну и так дальше продолжаем. Это очень быстро делается. Пекутся они тоже очень быстро. В течение 15 минут они уже испекутся. Хочу сделать немного лепёшки с шоколадом. То есть серёдку шоколад положить на некоторые. А некоторые просто... Так. 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 И так дальше отрезаем еще колбаску, подсыпем чуть-чуть и еще формируем лепешечки, тесто очень нежное, лепешечки будут вкусные, нежные, если кому-то тяжело с таким тестом работать, можно чуть-чуть повуще сделать, так в общем продолжаем дальше, рисунок можно вилочками рисовать, сейчас покажу я как вилочками рисунок, тоже будет красиво, как вилочками рисунок, тоже будет дискорб он Powerful Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раз, два... Раз, два... Раз, два... Раз, два... Раз, два... Раз, два... Даже такое печенье продается... Таким рисуночком... Вот так... Видно... У меня что-то сегодня очень светло... Дэм это... Снимает... Ну вот так продолжаем до конца... Еще у меня остается... Наверное... Ну да... Вот еще одна колбаска... Я ее просто сейчас раскатаю... Подлиннее... И все... Ничего не говорит... Нормально все у меня... Ну... Один противень я уже ставлю... Если он не обрекается... Один противень уже готов... Так... Выпекаю... Минут пятнадцать... Наверное... На двести сорок... Поставила... Пока... У меня духовка не очень так хорошо печет... Пусть на двести сорок стоит... Видите... Вы на двести двадцать можете поставить... Ну вот все... Остатки формируем... Все... Готовим еще один противень... Так... Я включила духовку... Приготовила противень... Противень... Друзья... Ничем-ничем не смазываю... Прям сухой... Будем сухой прям ложить на противень... Сейчас ножки принесу... Немножко отрезать... Чуть-чуть... Скатываем-то по колбасочку... Тоже нарезаем на маленькие частички ее... У нее... Одна не... Прям сухой... Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-кка-ка-ка-ка-ка-кл. просто формирую вот такие перчики все не буду я их раскатывать формирую ну и так дальше продолжаем очень быстро делается пекутся они тоже очень быстро очень 15 минут они уже испекутся хочу сделать немного лепешки с шоколадом то есть середку шоколад положить на некоторые они теперь просто и так дальше отрезаем еще колбаску подсыпем чуть-чуть и еще формируем лепешечки тесто очень нежное лепешечки будут вкусные такие нежные если кому-то тяжело с таким тестом работать можно чуть-чуть побольше сделать так в общем продолжаем дальше рисунок можно вилочкой нарисовать сейчас покажу я как вилочкой нарисую рисунок тоже будет красиво вот так вилочкой тоже красиво будет даже такое печенье продается вот таким рисуночком вот так видно у меня что-то сегодня очень светлый тем это снимает телефон ну вот так продолжаем до конца еще у меня остается наверное ну да вот еще одна колбаска я просто сейчас раскатаю подлиннее и все готовим еще один кропин вот такие репешечки у меня есть так лечь они кажутся таким прям пледными на самом деле они вот здесь розоватые такие румяненькие слишком много я не подрумянивала чтобы не были слишком зажаристые с обратной стороны больше подрумянились вверху у меня еще от духовки зависит вот какая духовочка давайте посмотрим вот с этой стороны как очень вкусно если сказать как вкусно просто не выяснить давайте сейчас я одну разломлю вот она вот так вот так сейчас мы ее разломим одну на этой тарелочке она очень горячая друзья прям очень горячая смотрите какая ну вкусная вкусная так что пеките это правда вкусно очень вкусно там не еще одна партия печется так что сегодня у нас будут лепешечки шоколад вообще даже не растаял может с молочком можно с чаем это можно с чаем и можно с молочком можно с медом сейчас попробую друзья это что-то тает в рту таем кирпичи с соседкой соседка помогает вот она мне какая соседка побоевая все она умеет на тракторе ездит и кирпич разгружать мне помогает ну в общем разгружаем помощники нужны помощников то нет мужчин то вот у нас один мужчина есть а другого не хватает так что вот мы сейчас будем разгружать вот уже два разгрузили две пачки еще шесть пачек сейчас нам будут давать кирпич а мы направлять будем его в соседку с моей мы и песни поем плясать с собой и спеть смогу и мужикам помогаем так что нам водитель говорит что никогда не видел таких женщин работящих и лучше чем мужики а мужик так не сообразит как женщина мужик так не сообразит как женщина нас похвалили нас похвалили ура а что нам женщинам еще нужно мы уже стены подвигаем смотрите какая работа большая проделанная здесь нас сколько раз два три четыре пять шесть семь вот здесь семь рядочков а здесь четыре рядочка сделаны вот такая у нас стройка здесь окно сделали в бане сейчас вот отсюда покажу вот так будет как венчается ну почти ширину всего дома немножко там остается окно оставили одно чтобы видно было да и денег нет на все в ширину ну да и вроде бы и надобности нам нету прям молодец мой мастер молодец прям супер молодец хорошо работает так все у него аккуратненько я очень довольна очень теплая будет Ваня потому что в два блока как-то он ложит вот смотрите я сейчас покажу вот видите какой размер ширина ширина очень большая такая где-то сорок сантиметров каждая ширина стены такая вот у нас стройка друзья ну а тут окород у нас стоит пока что-то еще растет так с этой стороны если смотреть ну ладно пойду вовсе домой я а то что-то день такой холодненький сегодня траву бы надо конечно подергать травы везде много или вот сейчас томаты соберу опять томаты покраснели посмотрите сколько сейчас принесу ведерко опять соберу томаты очень много очень много томатов может что-нибудь еще полью немножко но надо одеться покрепче очень-очень холодно так что пойду сейчас домой оденусь еще выйду и наверное что-нибудь на крови поделаю такой холод на улице друзья это я уже вот вышла домой сходила еще раз вышла томаты собрать сейчас соберу томаты и домой пойду куртку одела холодище Николай Яковлевич отопление включил он говорит холодно включать пора уже так что вот сейчас томаты соберу и домой пойдем вот собрала вот станьку чуть больше половедра красные там рослые всякие собирала надо еще остатки завтра собрать все зеленые все и наверное убирать конец августа уже все собирать надо ну здесь сейчас соберу крупные вот эти желтые крупные надо сейчас собрать лишние сейчас холодно стало с вечера можно уже собрать крупные томаты немножко пройду сейчас соберу они все равно уже так красить не будут только загнивать вот будут еще разные сверху положила томаты у меня в этом году странные в общем разные они у меня и смотрю лимонные и красные и темные какие-то вот эти вот темные в общем видите какие разные ну все друзья домой пойду хватит уже уже скоро спать пора у нас как в деревне как только стемнеет сразу спать пора на улице в это время делать нечего ну стройка завтра наверное еще у нас продолжится думаю что мастер мой то и едет завтра немножко побольше еще сделаем нам самое главное крышу покрыть потом сложите крышу покрыть ну вот друзья всем всем спасибо большое что смотрите меня всем желаю мира добра конечно же всем всем здоровья здоровье это самое главное друзья спасибо всем за комментарии за лайки кто не подписан подписывайтесь всем пока до встречи до встречи